Есть тема, о которой мы с вами не говорили, я все думал, может устаканится, но не устаканивается. Выборы в Израиле, результаты выборов. Я о своей боли скажу, о боли своей и злости, которая во мне вот такая. А что такого, я не понимаю. Прошли четвертые выборы. У нас демократия, неважно какие, хоть сороковые, а не четвертые. Так. У нас демократия, которая и вправду работает. Да? Да, благодаря тому, что ни один еврей другому не уступает. Вот это демократия называется. Да, это и есть демократия. А что от этого страдает весь народ вообще? Все это нам плевать. А ему так и надо. То, что вы выбираете, от того вы и страдаете. То есть народ достоин своего правительства. Нормально, конечно. Ну, давайте хотя бы посвятим наших зрителей. Многие даже не в курсе, может быть. Четвертые выборы прошли в Израиле, безрезультатные. То есть правительство создано толком устойчивое не будет. Возможно, будут пятые выборы, шестые и так далее. А в Америке устойчивое? Ну, там хотя бы двухпартийная система. Знаете, две партии. Одна, другая. Ну, подожди немножко. Они разовьются немножко. Американцы, они отстают от нас. Да. В демократии. Да, тут каждый еврей партия практически. Да. И поэтому то же самое будет и у них, и везде. Неужели вас не заводит, что, например, эти последние выборы стоили где-то 3 миллиарда шекелей, предыдущие, там, чуть ли не 4, еще предыдущие 5, первые 10 миллиардов. То есть посмотрите, какие деньги затрачиваются на амбиции. Если мы будем и дальше продолжать, то у нас скоро будут очень дешевые выборы. То есть они действительно дешевеют? Ну, это не очень дешево, 3 миллиарда шекелей, а? Да, чего там делал. Ну, я думаю, на эти деньги можно было построить больницы, здравоохранение, на пенсионные фонды передать. Не в коем случае. Тогда народ бы меньше страдал. Ну, меньше бы страдал, правильно. Ну, вот. Поэтому я против. Вы делаете вывод, что надо, чтобы народ немножко пострадал. Да. И даже не немножко, похоже. Да. Только это его и подгонит авось к каким-то выводам. Ну, и жесткий вы сегодня. Я правдивый. И, к сожалению, я рыдаю внутри, но и снаружи я говорю правду матку. Ну, так, смотрите, идет покупка одной партии, другой, знаете, ставят условия, идет игра. Я бы открыл такой базар. Это и есть базар сейчас. И там бы все стояли бы, знаешь... Продают, да, с такими... Как Ленин на броневике, со своей шапочкой, кепочкой. Есть такая партия, вот такая, вот такая, вот такая. Мы продаемся за столько, мы продаемся за столько, да? Да, да, да. И все. А вот если вы спросите меня, что бы я бы сделал? Да. Что бы я бы сделал? Вот, допустим, первые выборы, допустим, провалились, да? Ну. Вот половину зарплат на пять лет отдайте. Государственную машину отдайте. Все, и давайте. Вторые провалились. Кому? Выборщикам? Государству. Ну, передайте куда-нибудь, в какую-то отрасль, воспитание, здравоохранение. Отдайте, отдайте. Это деньги государству не вытрашивают. А за что же они тогда будут бороться? Ну, за что они будут бороться? Нет, пускай они знают. Если это не бьет по карману их личному, то вот это вот происходит. Надо, чтобы било по их личному карману. Еще одни выборы провалили. Половину КНЕСТа не может быть, там столько членов, может быть только половина. Сеня, это называется бездонная бочка. Что? Выборы, из которых можно все время черпать. И поэтому все рвутся в ней, в этом участвовать. Ну, неужели это... Что? Ну, неужели это не вызывает в вас просто бурю негодования? Я не знаю. Я уже переговорил. Ты негодовал, да? Да, и все это уже давно-давно не мое. Я посмотрел, что делается, и отошел. При этом все это делается с высокими лозунгами такими. Ну, это как обычно. За народ, за этот. А, да. И с такими обвинениями. И такая ненависть, знаете, такая она святая такая. Есть такая партия, конечно. Партия? Какая партия? 20 или 30? Все партии, там сколько там партий? Сенечка, не переживай. Ой. Я переживаю, честно. Не надо переживать. Ну, хорошо. Что же нам делать, скажите? Я все время подхожу к этому вопросу. Вот что нам делать, скажите? Ты понимаешь, это цирк. Мы должны сами увидеть, что это цирк. Да. То есть они должны почувствовать, что это все цирк, да? Каждый хочет порулить. Да. Хоть на полгодика дай мне порулить. И я сделаю... Между ними какие идут... Дебаты. ...расчеты. Нет, купля-продажа. Пропродажа. Я тебе дам полгода, ты мне дашь полгода. И вот так вот это вот все идет. Ну, ну что сделаешь? Может изменить систему выборов у нас? Вот как-то... Это не поможет. Для нас это не поможет. Что поможет у нас? Мы выкрутимся так, что все равно будет то же самое. То есть мы в тупике, и вы нас из тупика не хотите никак... Я считаю, что на ощущение тупика, настоящего тупика, оно и вынудит нас найти правильную форму его разрешения. И это будет только тогда, когда мы поймем, что мы тут ничего не можем сделать на земном уровне и поднимемся выше этого. То есть какая правильная форма тогда, скажите, пожалуйста? Возлюби ближнего как себя. С помощью высшей силы. Смотришь на вот это вот наше правительство и понимаешь, что это так далеко. Это, конечно же, абсолютно не то. Я вас так, можно сказать, так далеки вы от народа. Представляете? Правильно. Да, да, да. Но все равно, вы считаете, только это и единственное спасение? Со стороны природы нам не уготовлено ничего другого. Только возлюби ближнего как самого себя? Да. Ну что ты делаешь? Ну вы знаете, что эти лозунги на всех партиях, все партии выходят с этими лозунгами, да, практически. Он выходит и горит весь и говорит о любви, которой нет у других, а у меня есть. Ясно. Берет за грудки другого, и трясет, и говорит, вы за любви ближнего как себя. Вот это вот точно. Ну, так оно и будет. Еще раз, ваш вывод, пожалуйста. Мы в течение нашей истории видели такие состояния наши, и все равно ничего нам не помогало. Видите, ничего не учило. Ничего нас это не научило. Так почему сейчас научат? Сейчас это тоже ничего не научат. Только если действительно народ осознает, что у него есть над всеми проблемами, над всеми этими жестокими, спорами, мы поставим любовь. Без всяких оправданий, компромиссов, без всего. Только так. Иначе ничего. А впереди, конечно, или это мы сделаем, или мы будем находиться... Между жизнью и смертью все время. Да, да, да. Это несомненно. И так только над всем любовь, да? Над всем подняться, все покрыть любовью. Всю эту ненависть, всю эту грязь покрыть любовью. И вот это единственный выход. Да. Дай Бог. Это единственный возможный выход, и он будет выходом. Только сколько еще до него нам терпеть, чтобы мы поняли, что только так природа действует, это я не знаю. Поедем дальше. Поедем дальше. Поедем дальше.